Присуем лошадь, тоже без ластика, сразу постараемся линейно. Сначала все-таки линии для построения, как у нас проходит наша мордашка в лошади. Все линии делаю легкими, потому что, как уже сказала, без ластика мы все это делаем. Набросок, чтобы все-таки это было. Так, тут глаза будут у лошади. Это вот наша вытянутая, вытянутая, вытянутая мордочка. Нос где-то вот тут. Тут у нас будет ротик. Так, вот тут у нас ушки. Лошадей я не рисовала, наверное, из детского садика уже. Когда-то вот, в последний раз так, может, для какого-то задания в школе. В общем, сто лет назад это было. Эти всякие лошади уже сто-сто лет назад. Вообще считается, ну, понятное дело, что художник должен уметь рисовать человека. Ну, считалось раньше, ну, я думаю, сейчас считается, просто сейчас батальные картины уже как бы, ну, в прошлом. А когда они были очень модными, считалось, что настоящий художник – это тот, кто умеет рисовать как раз-таки лошадей. Ну, не только глаза, как я сейчас рисую, да, не только одну морду лошадиную, а и всю лошадь. Вот, чтобы она получалась такой грациозной, ну, надо как-нибудь будет попробовать порисовать лошадь. Если нравятся вам такие видео, такого плана, пишите комментарии, оставляйте комментарии. Будем рисовать всяких животных. Так. Ну, можно уже, наверное, приступить к такому. На просочном рисовании ее вроде мы уже все наметили. Интересно сейчас, какая у меня лошадка получится, с каким характером. Я включу вам лайки. у лошадки такое пуклая челочку так какая же у нас тут мустафейка будет у лошадки нашей так где у нас ноздри у лошади вот тут вот у нас внутри вот такая лошадка да это как-то попробовать будет со всеми мускулами плотную фигуру ну сейчас тут можно чуть-чуть челочку ушки мохнатенькие и и и и наши желудочки щечки и 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 вот такая вот лошадка можно глазик и выразить делать кубки получается лошадиная мордашка Вот такие сегодня рисовалки.